Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня у нас с вами просто мега интересная тема, тема, которую очень многие любят на моем канале. Мы с вами будем говорить про бюджетные аналоги дорогих популярных ароматов. И у нас с вами сегодня будут не просто бюджетные аналоги, это будут арабские ароматы. Почему? Это хорошо, потому что арабские ароматы отличаются замечательной стойкостью и замечательным шлейфом. То есть это не просто ароматы, которые похожи на другие популярные ароматы по звучанию, это ароматы, которые не уступают им по характеристикам. Ароматы, которые вы увидите в сегодняшнем видео, я заказывала в шикарнейшем интернет-магазине арабской парфюмерии Latafa Россия. Ссылочка на группу ВК будет в инфобоксе. Можно перейти по ссылке, посмотреть ассортимент, посмотреть цены. Поверьте, цены просто прекрасные, они замечательные, они ниже, чем в других интернет-магазинах, огромный ассортимент. Если вы живете в Москве, можно приехать, познакомиться с ароматами, есть также доставка, бокс, берепочты. И оставлю вам также ссылку на чат в Телеграм. Искренне очень классный магазин. Переходите, смотрите, вся необходимая информация в инфобоксе. Сегодня мы с вами поговорим о трех ароматах, которые являются точными клонами других популярных ароматов. И также у нас с вами будет один аромат, с которым все не так просто. Но я обещала снять обзор на этот аромат. И сегодня мы его прям детально сравним с другим популярным ароматом. В общем, если вам интересно, то оставайтесь со мной. И я желаю вам приятного просмотра. Ну что ж, давайте начнем. И начнем мы с клона Tom Ford Ombre Leather. Этот аромат я купила осенью. Я была в поиске идеального кожного аромата. По звучанию он мне очень понравился. Это аромат, который для меня раскрывается запахом новой кожаной женской вещи. Это новая сумочка, какие-то кожаные перчатки, очень нежный. Кожа слегка разбавляется ароматом белых цветов. И в целом это именно нежная, совершенно не диктярная кожа. Дело в том, что аромат грубой кожи в парфюмерии я не люблю. Я охотилась за этим парфюмом. Осенью он у меня появился. Но вы знаете, если бы я знала, что у этого аромата есть такой замечательный аналог, то я бы тогда подумала, стоит ли его покупать за такие деньги. Потому что аналог в большем объеме стоит намного дешевле. Я говорю про аромат от бренда Afnan, который называется Mersal of Trust. Если вы не видели, как выглядит флакон этого аромата, то вы сейчас очень удивитесь, потому что он невероятно шикарный. Красоты и креативности. Это очень необычный флакон. Давайте с вами рассмотрим коробку. Вот такая коробка из плотного картона. И на пьедестале там стоит флакон в форме чернильницы. Вы посмотрите, какова красота. Он просто шикарный. И вы знаете, по звучанию это тоже новая нежная кожаная вещь, без диктярных оттенков и немного белых цветов. Один в один. Просто никакой разницы в звучании. Шикарная стойкость, длиннющий шлейф стоит намного дешевле. Посмотрите еще, какова красота во флаконе. Мне кажется, что Tom Ford по флакону явно уступает вот этой красоте. Повторюсь, в большем объеме. Сейчас найду, какой объем у этого аромата. Объем 90 мл. Tom Ford я купила 50 мл. Не знаю, во сколько раз дороже. Вообще уже сложно представить. Давайте не будем травмировать мою психику и говорить о том, сколько денег я потратила на парфюм. Идем с вами дальше и поговорим о двух клонах нашумевшего бренда Initeo. Сейчас все покупают Initeo, любят этот бренд. И правда, у бренда очень интересные композиции, но бренд очень-очень недешевый. Недавно я приобрела в свою коллекцию Initeo Rehab. И как-то, знаете, покупать вслепой эти ароматы не хотелось, поэтому с некоторыми другими ароматами я познакомилась в пробничках. Я подумывала над их покупкой, но теперь, когда у меня появились классные бюджетные аналоги, я думаю, что, скорее всего, флаконы Initeo я не куплю, потому что разницы совершенно никакой не видно ни в стойкости, ни в шлейфе, ни в звучании. Первый аромат, о котором мы с вами поговорим, это After Effect, бренд называется FAPARISH, это, по сути, арабская парфюмерия, объем 80 мл, и это клон Initeo Side Effect. Супер популярный сейчас аромат, просто звенит, наверное, из каждого утюга, многие о нем говорят, и вы знаете, у меня в руках, сейчас в руках окажется, когда встану из коробочки, шикарнейший клон. Замечательный аромат, который очень-очень похож по звучанию, густой, томный, вечерний, прокрепкий алкоголь с корицей, сладость ванили, деликатные деревяшки, порой я чувствую даже вишневые нотки. Очень-очень интересный, очень густой, томный, насыщенный аромат, невероятно похож на Side Effect от Initeo, просто действительно точный клон. Может быть, он по звучанию чуть-чуть более прозрачный, но не в смысле там разбавленный, ни в коем случае, просто композиция может быть чуть более светлая. Но в целом, шикарная бюджетная альтернатива, которая стоит, мне кажется, раз в 10 дешевле. И посмотрите, какой здесь красивый флакон, он уж точно не уступает Initeo, а мне кажется, выглядит даже еще лучше. На донышке здесь металлический элемент, на крышке металлический элемент, и вот такая красотища вокруг флакона. Ну, согласитесь, выглядит просто шикарно. Еще один клон Initeo, это Intense Addiction. Вот так выглядит аромат, и это клон Addiction Vibration от Initeo, аромат, кстати говоря, который мне очень понравился. Он у меня прям был в виш листей, я думала, что в ближайшее время я его закажу, но теперь, скорее всего, нет, потому что, ну, смысл платить больше, если есть вот такая классная бюджетная альтернатива. Опять же, посмотрите, какой красивый здесь флакон, хочу просто показать его со всех сторон. Это аромат, как и Initeo, про мед и про яблоневый цвет. Ну, яблоневый цвет, наверное, все-таки это нечто абстрактное, все-таки это нежные медовые цветы, мед в этом аромате не слишком липкий, не слишком плотный, просто он делает аромат слегка сладковатым, но все-таки мед различимый, теплый, очень женственный, красивый аромат. Опять же, композиция, наверное, чуть-чуть более прозрачная, но это никак совершенно не влияет на характеристики. В целом, замечательный клон, повторюсь, который стоит раз в 10 дешевле. И последний аромат, о котором мы с вами поговорим, я думаю, что многие ждут этот обзор на моем канале, потому что я делала анонс в своем телеграм-канале, это Latafa Kamrah. Вот такой шикарный флакон, и многие сейчас ищут информацию об этом аромате, является ли он клоном Angel Share от бренда Killian. Давайте я покажу вам для начала эту красоту, потому что от нее просто дух захватывает. Посмотрите, как шикарно это выглядит. Выглядит это на миллион, при этом этот аромат довольно-таки бюджетный. Давайте я достану флакон, покажу вам его поближе. Кстати, объем, по-моему, 100 мл. Да, 100 мл, а Angel Share у меня 50 мл. Вот так вместе выглядят эти флакончики. Но здесь есть но. Дело в том, что я бы не стала эти ароматы воспринимать как клоны. Для меня Kamrah это все-таки самостоятельный аромат, который может быть в одном направлении с Angel Share. Я нанесла их параллельно на две руки. Я наблюдала за раскрытием этого аромата, и порой мне казалось, что вот-вот они становятся похожими в шлейфе, скорее они даже похожи. Но в целом ароматы разные. Angel Share это аромат про крепкий алкоголь, про конфеты пралине, про корицу, даже вишневые мотивы есть. А Kamrah это аромат скорее про сладкие финики. Очень классно точно передана нотка карамельных фиников в парфюмерии. Есть немного крепкого алкоголя, есть немного специй, корицы, но в целом аромат более сладкий, более, наверное, тягучий. Тоже, может быть, порой я чувствую яблоко в корице, вишневые нотки. В шлейфе оба эти аромата напоминают мне Atar Collection Haltat Night, но в целом старт у них совершенно разный. Этот аромат стартует более сладко. Здесь в Angel Share я порой чувствую какие-то, знаете, сладкие потухшие костры, если можно так выразиться. То есть он более древесный, более дымный, в то же время более алкогольный. Этот аромат более теплый, более сладкий, но в то же время тоже очень интересный. Повторюсь, это самостоятельная композиция, ее не нужно воспринимать как клон. Ну, я понимаю, почему ее воспринимают как клон, потому что здесь очень похожий дизайн, но по сути даже пирамиды у ароматов разные. Хотя, знаете, если вы хотите видеть в своей коллекции Angel Share не по звучанию, а по направлению, то есть если вы хотите видеть в своей коллекции густой, томный, зимний, согревающий аромат, но не хотите тратить на него такие огромные деньги, то вполне присмотритесь к этому аромату, потому что по звучанию он тоже очень интересный, очень теплый, густой и насыщенный. Что ж, на этом все, мы с вами поговорили про более бюджетные арабские аналоги дорогих популярных ароматов. Если вы знакомы с каким-то из этих ароматов, у вас есть свое мнение, обязательно пишите его в комментариях. Если вы знаете другие арабские аналоги популярных ароматов, то тоже рассказывайте, возможно, вы подскажете мне, с чем еще можно познакомиться, на какие ароматы можно обратить свое внимание. Я с удовольствием почитаю ваши комментарии. Спасибо большое, что досмотрели это видео до конца. Если оно вам понравилось, то ставьте пальчики вверх. Не забывайте подписываться на мой канал. Всем отличного настроения и всем пока-пока!